Ну что ж, давайте я пока, я что-то думал, размышлял на тему того, что может быть перец мне запечь заранее, но понял, что нет, если я его запеку, а вдруг вы не знаете, как запекать перец. Я быстренько сейчас отправлю и все начну рассказывать о том, как я планирую построить сегодняшний рецепт и на чем я буду основываться. Как я люблю природу и гриль. Как я люблю дачу и свежий воздух. Смотрите, перец идет сюда, я забываю про него и перехожу к вам, мои дорогие друзья. Сегодня, как вы уже поняли из названия кисадилья, скажем так, я вам сегодня расскажу некие основы, ну то есть матрицу кисадилья, а дальше вы уже сами в зависимости от ситуации будете придумывать новые виды кисадилья или если вы были в Мексике, то вы наверняка пробовали там и нашли для себя какую-то, которая вам больше всего нравится. Кинза это неотъемлемая часть любой кисадилии. Потом обязательно зира, как бы странно ни звучало, но в мексиканской кухне зира очень популярная. Учитывая, что мы имеем доступ к такой шикарной черной зире, конечно же нужно использовать ее. Далее, красная фасоль, красная консервированная фасоль можете просто отварить и держать у себя, так скажем, в заготовке. Потому что, вот вы покупаете, например, пачку фасоли, отварите ее целиком, разложите по пластиковым боксам. Сегодня вы добавили в суп фасоль, завтра в салат, три дня она спокойно стоит и вы можете использовать ее, например, и в кисадиле в том числе. Острый перец, я сразу же, наверное, вот так вот кольцами нарежу вместе с семенами как раз попку для того, чтобы получить максимальную остроту. Из мясного. Вообще, кисадиле, конечно, это блюдо, которое состоит из лепешки кукурузной. Вот она у меня здесь. Я ее пока не достаю, чтобы она не сохла. Вот она выглядит вот так. Кисадиле состоит по классике. Это лепешка и много сыра. Я еще буду здесь использовать курицу. Курица у меня с гриля. Вы можете использовать, я не знаю, там, мясо от шашлыка, только надо его мелко порезать. И свинина там может быть что угодно. Сыр должен быть плавкий. То есть он должен прям соединять все ингредиенты, расплавляться и тянуться. У меня Брест-Литовск. Сыр легкий, жирность 35%, ну и такой, знаете, нежный, классический вкус, слегка кисловатый, сливочный. И, ну, например, лично для меня очень подходящий. Я люблю, знаете, отрезать кусочек с утра. С горячим чаем, когда жуете, он во рту расплавляется, так скрипит на зубах. Классно вообще. Кайф. Чай главное взять крепкий, черный и, соответственно, побольше туда сахара. Все вместе превращается не в кисадилю, а я возвращаюсь к кисадиле, потому что что-то я такой раз резко ушел к сырным вкусняшкам. Курицу, как и все остальные ингредиенты, нужно порубить мелко. У нас должен быть не фарш, но у нас должна быть такая мелкая крошка. С курицей, конечно, лучше всего, потому что, во-первых, она быстро жарится. Если вы, например, решили купить пивка и такие, типа, блин, что-то неохота делать много и долго, а давай сделаем что-нибудь такое легкое. Так вот, кусок курицы бросили, можно просто посолить на углях, будет огонь. У меня почти все готово, осталось только достать перец. Если вы добавите сырой перец туда, конечно, он там не приготовится. То есть кисадиле же смысл в чем? Лепешку вы нагреваете, да, сыр расплавляется, все склеивает между собой, тянет. И сыр, самое главное, нужно брать вот, ну, какой-то вот, я почему взял легкий. Чтобы не было вот этого какого-то тяжелого такого сырного привкуса. Мексиканцы активно используют чеддер. Но я, например, лично чеддер не люблю и не использую. Я все-таки традиционалист. Я считаю, почему бы нам не пойти по пути нашего продукта. С чего начинается родина? Смотрите. Лепешку смазывать ничем не надо. Берем две штуки и на терке трем сыр. Смотрите, сыра должно быть много. В принципе, я вот половину тру сюда, а половину на ту лепешку сейчас натру. Распределяем сыр по всей лепешке. Тогда будет понятно и видно, достаточно ли сыра или добавить еще. Значит, на самый край не выкладывайте, потому что начнет он туда падать, гореть в гриль. Вот таким образом. Значит, да, видно, что следует добавить сыра еще. И на эту лепешку, и на вторую. Вот основа, понимаете? Ничего здесь придумывать не нужно. Меняйте ингредиенты. Не любите кинзу, добавьте зеленый базилик. Не хотите курицу, добавьте баранину, свинину или говядину. Не хотите фасоль, значит, добавьте чечевицу. Далее. Все распределяем. Немножко добавляем зиры. Много не надо. Прям капельку, чтобы она там у вас встречалась. Потому что иначе, если будет у вас сильно на зубах хрустеть, конечно, это не камильфо. Здесь только легкий-легкий аромат такой должен, знаете. Как базирапа, она подчеркивает вкус сыра, это раз. Во-вторых, она подчеркивает вкус кинзы, это два. В-третьих, она... Ну, кто любит, вообще просто кайфует от нее. И она, конечно, в мексиканской кухне активно очень используется. Так. Чили. Чили сюда. Чили туда. Распределяем. Значит, по желанию. Пусть будет в этом меньше, в этом больше. Обязательно курица. Начинку. Вот сыр мы распределили по всей лепешке. А начинку оставшуюся мы распределяем по одной половине. Почему? Потому что второй половиной мы будем закрывать. Вы же понимаете. Значит, кто любит мясо, побольше мяса кладите. Но, опять же, смотрите, чем толще и больше вы сделаете кисадилю, тем ей сложнее будет держаться друг за дружку. Все-таки здесь идея в чем? Мы видим, что сыр сверху и снизу, он как раз таки склеивает лепешку и делает ее однородным вареником таким, да? Кинзулька. Сюда. Ой, аромат пошел. Кинза. Я обожаю кинзу. И вам рекомендую ее обожать. Ну и, соответственно, что вы думаете, я жду. Я жду, когда перчик у нас будет готов к разделке. Welcome, перчик. Welcome to hell. Вот этот отличный перчик у нас. Вот этот суперский. Вот этот великолепный. Убираем все лишнее. Потому что хотите заморочиться, можно еще сделать так. Бросить в пакет, дождаться, пока отсыреет. Отойдет шкурка. И потом, соответственно, это все нарезать. Или обжечь там ее, например, еще и горелкой можно, кстати. Значит, смотрите. Перец такой наполовину испеченный. И еще немножко добавим. Учитывая, что у нас еще и фасоль есть, поэтому не торопитесь с ингредиентами. Итак, перчик сюда. Ну, как у нас мексиканская кухня без перчика, без болгарского. Шикарного, вкусного, ароматного. И самое главное, великолепно красивого красного, который делает нам цвет и фактуру. Такой печеный перец. Аромат. Режем. Добавляем сюда. Вот так вот. С краешку тоже надо добавлять, чтобы у нас все красиво было. Что осталось? Осталась только фасоль. Смотрите, как я делаю. Фасоль штука скользкая, да? Берем ее вот так. Ножичком давим. Оп. И вот эту пасту фасоливаю. Уже, так сказать, можно вот такими прям пластами. Раз. Сюда. Распределили. Два. Кайфушка нет. Отлично все получается. Вот. Теперь очень главный момент. Значит, гриль разогретый, должен быть хорошенько. Значит, теперь смотрим. Так, температура у нас идет вверх. Идет. Все верно. Берем лепешку и кладем ее вот сюда. Закрываем на 30 секунд. Примерно. Примерно 30 секунд. Жар сверху идет. И плавит сыр. Так. Главное нам сейчас не проворонить. Вот какое дело. Смотрите. Сыр начал плавиться. Теперь мы его, опа, переворачиваем и прижимаем. Ждем. В это время отправляем рядышком вторую лепешку. Прикрываем. Нет. Не прикрываем. А берем и переворачиваем эту кисадилю. Да. Потому что, видите как, здесь высокий жар. Нам нужно, во-первых, не спалить лепешку. И прогреть наше блюдо. Так. Я убираю все лишнее. Потому что, прямо сейчас я буду доставать. Смотрим. С этой стороны. О! Классно. Вот. Видите, какая она должна быть в серединке. Сыр ее склеивает полностью. Так, нашу вторую лепеху. Вторую кисадилю. Закрываем. Опа. Что, чуть-чуть рановато я ее начал закрывать. Та лепешка дожаривается. Смотрим, что у нас получилось здесь. Ее, как правило, режут вот так вот. Знаете, там на сколько частей. Давайте вот так вот на шесть порежем. Вот такая начинка. Сыр склеивает начинку. И делает ее однородной. Тем временем, тортилья, кукурузная лепешка, да, подсыхает, становится хрустящей. Классной такой. Так, пора доставать вторую. Вот она. То же самое делаю со второй. Холодно, на улице сыр быстро остывает. Но он тянется. И внутри шикарная начинка. Курица-гринь. Овощи зира. Кинза. Фасоль. Великолепно. Ее можно подавать с гуакамоли. О, острый перчик, круто там. Можно подавать со сметаной. Можно подавать с томатной сальсой. А самое главное, ее можно запивать чем угодно. Хоть крепкими напитками, хоть слабыми. А можно запивать просто квасом. Очень вкусно. Очень просто. Сделайте, пожалуйста, хоть раз. Вот прям и напишите. Типа, я сделал. Получилось круто. Благодарственное письмо. Или там, например, я сделал. Получилось плохо. Потому что я готовить не умею. Вам благодарственное письмо. А я, короче, вот так. Желаю вам хорошего дня, утра, вечера. Кайфуйте от жизни. Ешьте вкусно. Кайфуйте от жизни.